Как складываются отношения между властью и церковью в России? Объективно оценить ситуацию возможно только спустя годы, однако провести параллель с прошлым можно уже сейчас. Генерал-лейтенант юстиции, доктор юридических наук Алексей Величко прочел воспитанникам Донской духовной семинарии лекцию, чтобы будущие священнослужители могли учесть ошибки прошлого и не дали им свершиться в настоящем времени. Подробнее в нашем следующем сюжете. Сегодня в Донской духовной семинарии особенная лекция. В ней светское и церковное переплетено самыми сложными узлами. За кафедрой Алексей Величко, с одной стороны генерал-лейтенант юстиции, доктор юридических наук, с другой выпускник Донской духовной семинарии. Тема сложная, узкоспециальная, иконоборческий период в Византии. Однако информация актуальна и интересна даже тем, кто не сведущ в делах богословия. Эта мера императора, совершенно обычная для истории Византии, когда императоры вторгались в вопросы догматического вероучения, вызвала неожиданно весьма резкую реакцию со стороны римского папы Григория II, который не замедлил ответить императору целой серии писем. Чем вызваны иконоборчества в Византии в 8-9 веках, и так ли все категорично, как мы привыкли думать? Здесь не просто изложение исторических данных. Алексей Величко приводит разные точки зрения на одну и ту же тему и предлагает аудитории выбрать для себя наиболее логичный вариант развития событий. В аудитории не только студенты богословско-пастерского и иконописного отделений, но и преподаватели семинарий, даже гость из столицы. Режиссер с мировым именем Владимир Меньшов. Он возглавляет общественный совет по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы. Потому и тема взаимоотношений церкви и власти ему близка. Эта тема возникает все время по инициативе диссидентов, что вот чего-то церковь не дает, притесняет, не разрешает. Мне кажется, явно надуманные и привокационные люди. Мне кажется, что это необходимо, присутствие церкви в нашей жизни необходимо, потому что сейчас других способов воздействия на духовную жизнь людей в общем нет. Почему же государственный служащий вдруг заинтересовался вопросами иконоборчества, да так, что стал читать лекции на эту тему? На этот вопрос доктор юридических наук отвечает просто. «Правоведение, которое существует, оно должно изучать условия существования государства, форму государства, за вношение политической власти с религиозными организациями. Я ровно еще там не выхожу за пределы своей специальности. Уж если мы хотим говорить о теории государства, теории права, о истории политических учений, то, наверное, нужно ориентироваться не на умозрительные доктрины, выдуманные нами, а на тот исторический опыт, который человеческое общество создало на протяжении тысячи лет своего существования. Почему мы его игнорируем? Это, честно говоря, для меня загадка». Загадка – это и для профессорско-преподавательского состава Донской духовной семинарии. Если студенты пока еще не готовы уточнять некоторые моменты в истории, то у священнослужителей накопилось множество вопросов. И решить их в рамках одной лекции все-таки не удалось. Выпускника Донской духовной семинарии ждут еще раз.